Привет, рад вас видеть снова. Итак, мы приступаем к первой и самой главной части нашего урока. Дыхание. Это йогу, аштанга йогу иногда называют даже йога-дыхание, подчеркивая, кто здесь главный. Дыхание часто называют у джаи, но более правильно официальное название, которое использует мой учитель Шарад Джойс в Индии, глубокое свободное дыхание со звуком. Каждый из этих слов мы чуть подробнее объясним в процессе. Дыхание звучит так. Вдох и выдох сопровождаются приятным звуком. Дыхание чуть более глубокое, чем обычно, но остается комфортным и как бы естественным для вас в вашем текущем состоянии. Без этого дыхания эта практика работать будет, или практически скорее не будет работать, это даже будет скорее как гимнастика или цирк. Вместе с этим дыханием вся та польза, которую я перечислил в предыдущем уроке, о улучшенном состоянии, особенно спокойствие ума, которое непосредственно связано с правильным дыханием, собственно, легкость тела, возросшая сила, гибкость и так далее, все это придет при условии этого дыхания. Итак, как это дыхание выполняется? Очень просто. Я предложил два простых способа, вы выберете, который вам по душе придется больше. Первый. Использует воображение. Представьте, что у вас в ладошке зеркальце. Вы хотите подуть на него, дыхнуть, чтобы оно запотело. Таким образом. Еще раз. И получается, что такой звук образуется у нас во рту. Теперь мы рот закрыли и сделаем через нос. Вдыхнем. Все. На вдохе, может быть, чуть больше потребуется практики. На выдохе это обычный звук сделать проще большинству. На вдохе будет звук точно таким же, постепенно, по звучанию и по длительности. Способ второй. Сделать звук А шепотом. Звука. И, закрыв рот, звук А через нос. Все. Техника действительно проще некуда. Звука на вдохе потом тоже мы научимся. И получится это дыхание приятное. Звук создается в верхней части горла. Легкое приятное сжатие голосовой щели. И воздух проходит через горло на вдохе и на выдохе, создавая этот звук. Там, где остальные звуки нашей речи обычно создаются, это просто один из этих звуков будет. Вам нужно найти какой-то укромный уголок, где вы сможете сесть, тренироваться, где вас никто не видит, не слышит, спокойно собрать свое внимание. И научиться это займет мало времени. Будьте уверены. Какая же польза от этого дыхания? Несколько пунктов я перечислю, самых основных. Первое. Это дыхание создает в теле жар, очищающий. То есть, в целом, практика будет работать на очищение тела на всех уровнях вместе с этим дыханием. Как говорил Потап Хиджойс, на этой картинке, может быть, видно посередине, это глава этой традиции, предыдущей. Он говорил, что это дыхание заставляет кровь кипеть. Практически буквально. Кровь становится более горячей благодаря дыханию, становится менее вязкой, легко проходит по всему телу, по всем самым дальним ее уголкам. Все суставы, органы омывает свежей кровью и уносит загрязнение токсины из тела и вместе с потом выводит их наружу. Такое физическое очищение. И плюс происходит очищение нервной системы. Дыхание связано напрямую у нас с нервной системой. И более тонкие тоже уровни захватываются, уровень ума, эмоций. Все это тоже постепенно очищается. Мы как бы становимся лучшим человеком. Момент второй. Дыхание обеспечит вам более высокую травмобезопасность. Или в принципе ее обеспечивает. Каким образом? Когда вы делаете позы и дышите этим дыханием постоянно на фоне, от начала до конца занятия, вы заметите, что в более простых упражнениях дыхание легко удерживается нормальным, как бы эталонным. По мере усложнения поз или по мере сложности именно для вас, где вы начинаете слишком стараться, дыхание может меняться, становиться более коротким, учащенным, напряженным, или вообще пропадать. И заметив это, вы стараетесь дыхание вернуть к нормальному. И автоматически вместе с дыханием вы вернете и ваше состояние, ваше усилие, которое вы в позе прилагаете, может быть, чрезмерное уже, обратно к нормальному. Таким образом, через наблюдение за дыханием вы будете постоянно усилие свое держать в рамках адекватного и безопасного. То есть практика будет здоровой, безопасной. Таким образом, дыхание будет вашим учителем, даже в отсутствие живого учителя рядом с вами. И третий момент. Дыхание успокаивает ум, который, как говорят в Индии, похож на дикую обезьяну. Или даже, скорее, дикую обезьяну, которая напилась, и ее укусил скорпион. Это вот, скорее, такая обезьяна, человек современного мегаполиса, деревни в Индии. Дыхание отражает состояние ума. Какое дыхание, такой и ум. Куда направляется дыхание, спокойное, плавное, такой и ум. Следует за ним. В жизни мы все слышали о таком простом способе «Ой, не нервничай, успокойся, сделай 10 глубоких дыханий». Здесь делается не 10 дыханий, а гораздо больше. За 10-20, может быть, минут даже, когда вы занимаетесь, вы сделаете гораздо больше дыханий хороших. И это окажет сильное воздействие на ваш ум. Сделает его более сфокусированным, собранным, очищенным и готовым для дальнейших практик, может быть, пранаямы дыхательных упражнений и, может быть, даже медитацией. Будет развивать вашу интроспекцию. Итак, теперь давайте сядем удобно, может быть, таким образом, крестив ноги, и сделаем несколько дыханий вместе. Сесть можно разными способами. Кроме такого способа, может быть, просто крест ног, одна нога. Таким образом, может быть, потом, если ноги раздекут, можно их поменять. Если вам трудно так сидеть, у вас напряжение возникает, такой дискомфорт в тазобедренных, в коленях, в спине, можно подложить что-то, какое-то возвышение под попу, и сесть таким образом будет легче. Попробуйте это настроить. То есть нас не должна интересовать, как сама поза, это не должно становиться аскезой, а это должно быть упражнение в дыхании. В случае, если любой вариант не подходит, просто сядьте на стул. В случае стула, не облокачивайтесь на спинку, сядьте ближе к краю. Спина также будет та с вертикальными, ноги параллельными, и руки положите на колени. Итак, нашли свою позу, и чтобы дыхание слушать лучше, легче было на нем пока сосредоточиться, мы сделаем так. Закроем уши ладошками, и закроем глаза, чтобы внимание все было на ощущение проходящего воздуха внутри, и на звуки, который будет гораздо более ясно слышен. И со вдохом начинаем. Слышим звук вдоха и выдоха, еще один вдох. Если ваш вдох 4 секунды, 5 секунд, то и выдох должен быть тоже 4-5 секунд. Мы подстраиваем дыхание именно по длине вдоха. Ощущаем, как воздух проходит через горло. Еще одно дыхание. И с выдохом заканчиваем. Приятный звук, похожий на шум прибоя в отдалении, либо шум ветра в листве. Естественный, никак не агрессивный, ни звук пылесоса. То есть, типичная ошибка, самая такая вот, явная, это когда выполняется дыхание с лишним напряжением. Заметно раздуваются ноздри. Мы как будто всасываем воздух на вдохе и на выдохе. Старайтесь следить, чтобы напряжение не в каплю лоз. Во рту, как будто чуть улыбаемся. Расслабленный рот, расслабленное все лицо. Как следствие, это напряжение не будет передаваться на тело. Тело тоже будет относительно свободным, расслабленным. при выполнении каких-то упражнений. То есть, ощущения основные будут именно в горле, не в носу. И звук будет тоже не воздушный пустой, а приятный в горле. Прежде чем мы сделаем еще один подход к этому дыханию, небольшой совет технический. Если дыхание действительно полное, глубокое, как я упоминал в начале, полное, глубокое дыхание со звуком, эта техника называется, тогда на концах вдоха и выдоха будут образовываться маленькие естественные паузы. Когда мы делаем вдох, который называется на санскрите пурака, когда у нас вдох заподнялся до конца, маленькая естественная пауза, полсекунды, секунды, потом уже идет выдох, который называется на санскрите речика, полный выдох. Когда мы вдыхаем полностью, обычно мы вдыхаем максимум где-то в жизни на две трети, здесь мы чуть больше выдыхаем до конца, конец выдоха, дыхание тоже чуть-чуть замирает, естественным образом полсекунды, секунды, и потом уже идет следующий цикл дыхания. Итак, мы имеем четыре фазы дыхания, вдох-выдох и паузы между. Эти паузы как раз признак того, что дыхание ваше глубокое и полное. Если их нет, скорее всего, дыхание не очень глубокое и полное, к этому можно двигаться, отмечать это, наблюдать, тогда дыхание само постепенно будет разворачиваться под вашим вниманием до полного спектра. Форсировать это натужно, никогда не нужно. Итак, с этим знанием попробуем сделать еще раз. Теперь руки можно положить свободно на колени, глаза также можете либо прикрыть, либо смотреть на какую-нибудь точку на полу перед собой. Со вдохом начинаем. Очередной вдох. Вершина вдоха. Маленькая, естественно, пауза, мы мягко улыбаемся, отпускаем напряжение во рту и выдох. Конец выдоха. Маленькая пауза. Следующий вдох. Вершина вдоха. Легко улыбнулись самому себе. Самая ирония и выдох. Примерно 4-5 секунд. Короткая пауза. Следующий цикл дыхания. Продолжаем. Движемся по волнам дыхания. Сбираемся на гребень волны. Вдоха. Замерли на вершине. Выдох. Скатываемся на самые дно волны. Замерли на дне на мгновение. Затем, чтобы со вдохом снова взбираться вверх по гребню волны. Сделаем еще три дыхания. Ощущаем, как проходит воздух через горло. Мягкая улыбка сопровождает выполнение этого дыхания. И с очередным выдохом заканчиваем. Остальное приходит с практикой. Повторяя каждый день в этот комплекс Сурин и Маскар, который мы будем изучать в следующем уроке. Вы сможете это дыхание отточить и понять на своем опыте день за днем. Спасибо за внимание. До встречи в следующем уроке. Продолжение следует...